Ну что, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с вами здороваюсь из Санкт-Петербурга. Наконец-то прилетела, с 4 утра я в пути. И вот наконец-то я просто села на место, чтобы посидеть без каких-либо приключений, которые меня сегодня преследуют с самого утра. Мы только приехали, забирали Валерин кошелек, который она потеряла в аэропорту. Это уже был второй случай, что сегодня со мной произошло. Первое, что со мной произошло, это перевес багажа, который я вчера просто неправильно взвесила. Я была уверена, что у меня багаж 6 килограмм, а позволяется 8. В итоге, когда я его сегодня взвесила, у меня их было 14. И женщина говорит, значит, ну вы можете, говорит, что-то на себя одеть. Я говорю, ну как вы себе представляете 4 килограмма одеть на себя? Ну, сами понимаете, в итоге я спрятала пол вещей под стулья в аэропорту. И выбросила косметику. И выбросила косметику. В итоге она мне сказала, что вас все равно будут проверять в Риге, когда вы будете садиться на самолет в Санкт-Петербург. Ну и в итоге мне пришлось купить багаж, а так как уже пол косметики было выброшено. Давайте теперь познакомимся. У нас подсоединение произошло. К нам приехала Валерия. С завтрашнего дня у нас начинается очный курс по кутюрной вышивке. Валерия Фитц приехала из Литвы. Закончила... Сколько школ ты уже закончила? О, давайте посчитаем. Мне сейчас даже сложно сказать, сколько... Точнее, наверное, скажем, сколько у меня уже есть законченных в школу дипломов. В принципе, мы можем немножко перенестись в прошлое, да, с чего вообще вся эта история, моя карьера начиналась. Ну, в общем-то, мы сегодня затрагиваем тему кутюрной вышивки и весь эфир, то есть вся тема посвящена именно вышивке. То есть так как у Валерии стаж более 8 лет, поэтому мы... Ей точно есть что сказать про вышивку. Да, в общем, вся моя карьера началась с того, что я стала интересоваться именно кутюрной вышивкой. То есть вообще вышивка имеет очень много разных разновидностей, да. Вот именно кутюрная вышивка – это то, что меня вдохновило когда-то, вот 8 лет назад, когда я начала свою карьеру. И первая школа, в которой я именно поступила учиться, это была школа в Таллине, так как в округе у нас просто таких вот заведений, где обучают кутюрной вышивки, нет. Если бы мы искали в то время в Литве школы, которые обучают людей вышивать, то все, что бы вы там нашли, это вышивка крестиком. И вообще понимание людей в то время, 8 лет назад, значит, женщина-вышивальщица, как она выглядит. Вот вы себе можете представить, да, лет 8 назад, как выглядит вышивальщица, если мы не говорим там об Италии, о Париже, когда, в принципе, вышивка у них всегда была… Да, что это, что все знают. Что бабуля у нас была замечательной вышивкой. Да, она сейчас представляет сразу бабулю, которая сидит и вышивает крестиком какие-то иконки, картинки, в общем, плетет. Ну, Ромина бабушка как раз вот вышивала крестиком иконки, то есть тоже вышивальщица считается. Ну да, вышивальщица, то есть я как и говорю, вот разновидностей вышивки есть очень много, и именно я стала интересоваться кутюрной вышивкой. Вот кутюрная вышивка имеет в себе какую-то загадку. Ты когда смотришь на вышивку, не всегда можешь даже понять, какими техниками она выполнена, их есть множество. То есть кутюрная вышивка, что вообще из себя представляет термин кутюр? Кутюр – это то, что выполнено вручную различными техниками. То есть мы во многом комбинируем крючок, иглу, и то есть создаем какие-то различные вышивки, которые, в принципе, когда ты берешь в руки, да, человек, который в этом не разбирается, он даже не может понять, из чего это сделано. Если мы возьмем вышивку крестиком, да, всем, там и дураку понятно, как бы, привет. Там и дураку понятно, из чего это сделано, из чего это слеплено. И я стала интересоваться этим 8 лет назад, и первая школа – это была школа в Эстонии, я обучалась у мастера Евы Андерс, и затем, через 2 месяца, я повторно поехала уже на 2 уровень по люнивильской вышивке. Люнивильская вышивка – это французская вышивка, которая работает не с лица, – то есть все, что находится у вас перед глазами, то есть самой вышивки вы не видите, вышивка находится… Сразу возникает вопрос, насколько далеко может стать знаменитым именно вышивальщица. То есть дизайнер, да, у него есть дорога, есть маяк, куда идти, а вышивки… Вот я, допустим, знаю много дизайнеров, но не знаю художников по вышивке известных, но не знаю, потому что не вовлекалась в эту тему. Ой, на самом деле ты… Вот Ева Андерс, как она прославилась, за счет чего, за счет какого опыта, как это произошло? Ну, вообще Ева, на самом деле, она дизайнер, она дизайнер, и обучалась она в Италии, и то есть она, как она прославилась, тем, что она в Европе, по крайней мере, в Прибалтике открыла… То есть первая начала обучать? Да, 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 и так как Ева сама из России… Ева из России? Да, она из России, и к ней приезжали очень много девочек из Санкт-Петербурга, и как раз мне довелось тоже учиться с девчонками, которые приехали из Москвы, из Санкт-Петербурга, и вот до сих пор за ними слежу, и девочки многие не вышивают, кстати, по сей день. Я как задалась тогда идеей, когда приехала к Еве, я сказала, Ева, я открою школу. Я думаю, нашим подписчикам будет интересно узнать, сколько за рубежом стоит научиться вышивке. Сколько ты тратишь на своё повышение квалификации за рубежом в разных школах? Вал на самом деле очень достаточно велик, в основном групповые занятия в Европе, я не говорю о России, да, конкретно в Европе групповые занятия начинаются от 400 евро, это от, то есть за два дня группового занятия, где вы вышиваете вот такого размера вышивку. То есть такие ставки. Если я еду обучаться за границу, то одна моя поездка становится мне где-то около минимум 1000 евро, максимум доходило и до 2500 евро. То есть вот столько стоит вышивка в Европе. У меня было прерывание, никто не услышал, сколько стоит. Да, я ещё раз повторюсь, вышивка именно обучения в Европе, порой вот вся поездка недельная, там где-то стоит около от 1000 до 2500. В неких школах и до 3000 может доходить. С чем ты уезжала? У тебя были прям какие-то композиции или конкретная техника? Что ты привозила домой, кроме диплома, в общем? Начиная с первой школы, это когда я обучалась именно люнивильской французской вышивке, то есть это, как я и говорила, да, за 400 евро ты вышиваешь вот такую вот маленькую мотив. В лучшем случае пару техник есть, да? Да, в принципе это стандартный тамбурный шов, пару стежков пайетками и какая-то определённая часть в основном висит. За что берут деньги тогда, получается? За бренд? Просто за имя? За бренд, за обучение, да, за бренд, за обучение, в принципе, это самая большая ставка. То есть следующая школа, в которой я обучалась, это уже была школа питерская, все вы её знаете, это Убрус. Это самая знаменитая, во всяком случае мы знаем её как самую знаменитую школу в Санкт-Петербурге по золотному шитью, то есть до этого золотное шитьё я изучала самостоятельно, то есть не то, чтобы я его изучала, я больше интересовалась, я пыталась, пробовала, работала с литературой, но уже потом решила обратиться к профессионалам и обучала золотному шитью в Убрусе. Получается, ты 8 лет уже вышиваешь и, я как понимаю, 2 года назад ты начала сама обучать, то есть после 6 лет собственного, то есть развития. Да, я считаю, что если ты хочешь обучать людей, у тебя должна быть на это компетенция, это во-первых. Во-вторых, ты должен уже иметь немаленький опыт, ты должен быть, научившись не только получить образование, именно преподавателя, знания какие-то, а ты обязан учиться на своих ошибках. Ты должен пройти нелёгкий путь, ты должен пройти падение, чтобы ты понимал, с чем может толкнуться свой студент, чтобы ты его мог изначально подготовить. Когда ко мне приходят студенты, я им всегда говорю, что вас ждёт нелёгкий путь. Если вы готовы идти и падать, если вы готовы идти по этому сложному пути и не плакать, и не сдаваться, значит, эта вышивка для вас. Не зря она называется кутюрная вышивка. Если бы кутюрная вышивка была дана каждому, то, конечно, все бы вышивали и все бы были бы кутюрье. Так не бывает. Есть люди, которым дано, есть люди, которым не дано. В любом случае, обучить и научиться может каждый, в принципе. Только в какой степени, как много будет человек работать, сколько бы он добьётся, это уже зависит от того, от страсти своему делу. У нас в нашей технике тоже есть такие примеры, когда люди научились шить одно-два платья и уже начинают преподавать, учить людей, не имея заключения никакого собственного пошива, не говоря уже о продажах и тому подобное. То есть очень печально. Типа я вот сходила ко всем мастерам, посмотрела, тот как павлин себя ведёт, это ничего не говорит, там, то есть всех обхаял, а я вот собрала все ошибки других, сейчас я вам покажу. И в итоге через полгода заходишь к такому человеку, и он отмазается. Я как бы вообще просто мама в декрете. Ну то есть напарываются люди через время именно на это. Те, кто без опыта встаёт на путь обучения. Ну, Женя, это проблема не только в России, это проблема вообще, мне кажется, повсемирна, то есть особенно в больших странах СНГ. То есть у нас это принято, я не знаю, Литва, кстати, тоже одна из тех, и у нас мы сталкиваемся, конечно, не в таком масштабе, как в России, так как в одной Литве живёт людей столько, сколько в одном из Петербурга. Поэтому масштабы большие. Скажите, пожалуйста, в чём таки разница между французским крючком и индейским? Многие магазины почему-то называют индийский крючок ленивильским. Это очень неправильное сравнение, то есть ты не можешь называть один инструмент названием другим инструментом. То есть они различаются? Они различаются, да, ленивильский крючок, он, как правило, более прочной ручкой, ну, размера, к примеру, с ладонь, да, вот около вот такого размера. То есть такая ручка? Да, сама ручка, сама ручка. А затем у ленивильского крючка есть такое определённое отличие. У него есть такой болтик, который зажимает иглу, чего нет в индийском крючке. Индийский крючок сам по себе очень тонкий, как я всегда шучу, говорю, на него подуешь, он сломается. Он до такой степени тонкий, лёгкий и некачественный. То есть я считаю, что крючок за 2 доллара, он не может быть качественный в любом случае, да. Все мы знаем, что в Индии нищета, и представляете, если бы индусы вышивали ленивильскими крючками, которые стоят в равенном всемесячной зарплате. Вышива очень дешёвые, а в России продают их в 3 дорого, даже не в 3, в 5 раз дорого. Это в любом случае ручная работа. И индийский крючок, он не имеет такого болтика, который зажимает иглу. Игла в индийском крючке очень длинная, в разы длиннее ленивильского крючка. И ещё одно различие в том, что у ленивильского крючка самая тонкая игла, это номер 70. Это означает 0,7 мм. А индусы имеют ещё гораздо тоньше иглы, насколько я видела, даже и 0,4 есть, и 0,325. Даже такие иглы видела. То есть они настолько тонкие, и с ними тяжело работать. Индийский крючок я ни в коем случае не использую, потому что это некачественный инструмент. У него затупляется игла очень быстро, он очень быстро гнётся, и с ним работать просто очень сложно. Расскажи секреты, где ты закупаешь материалы? Это Литва или какие-то другие страны, или это официальные сайты, ну вот наподобие Сваровски? Я закупаю материалы на фабриках, так как мы вышиваем в огромных количествах, у меня очень много студентов, у нас очень много мастер-классов, соответственно, мне важно, чтобы товар был качественный и по хорошей цене. Соответственно, мы закупаем его оптом, поэтому я закупаюсь на фабриках. У тебя ниточки, по-моему, они капец дорогие, да? Ну, как дорогие? У них, в принципе, как тебе с тобой? Но они вообще не путаются. Они вообще не путаются. Они, французы, создали эту нитку по той технологии, чтобы она была предназначена именно для ручной вышивки. То есть не для машины, не для шитья, а для ручной вышивки. То есть она хоть и состоит из натурального хлопка, там 100% хлопок, именно говорю про Фил Агант, китайский император, у них есть большая, достаточно большая линия ниток, они разные, разный состав, но вот эти мы, которые мы вышиваем ленивельским крючком, они такого качества, что ты когда даже потрешь кончик нитки, он не раздваивается и не расстраивается. То есть он до такой степени хорошее качество нитки. Я считаю, что лучше переплатить пару евро, но почувствуешь, качество в работе просто фантастическое. Покажи, что ты принесла. Валерия приехала с полным чемоданом. Я с полным чемоданом приехала, да. Так как завтра у нас мастер-класс, я привезла образец девочкам, что они будут вышивать. Это василечки, вот такие вот блестящие. Все видят, да? Я создала эту вышивку. Какие техники здесь есть? Да, вот сейчас я о них как раз расскажу. Я создала эту вышивку именно для новичков, именно для тех, кто только осваивает ленивельский крючок. Вот эту объема вышивку я со студентками, которые первый раз в жизни в руки берут крючок, делаем за 2-3 дня. Это опять же зависит от человека, насколько он меня слушает, насколько он вникает в работу. Конечно, одним работается легче, другим сложнее. Но в принципе, это все уходят с работы. Да, все уходят с работы. И этот эскиз создан мной именно по тем критериям. Почему я его выбрала? Здесь достаточно интересная подборка техник. То есть мы обучаемся работать. Что мы начинаем делать сначала? Мы сначала начинаем отшивать бисером достаточно несложные узоры, то есть без каких-то сильных перепадов в направлениях. То есть что новичку трудно вообще понять, да, как поставить руку, чтобы не путалась, чтобы не перетягивать ее, и чтобы ее не перетирать, не делать дырки в сетке. То есть, соответственно, мы сначала отрабатываем более-менее плавные линии. Тогда мы как раз вот эти плавные линии кое-где есть местами у нас такие уголки. На уголках очень хорошо студенты понимают, каким же образом ты в два счета, буквально с разницей в две бусинки, у тебя меняется направление и постановка руки. И далее я даю девочкам достаточно нелегкую задачу. Нам она, профессионалам, кажется достаточно легкой, но именно когда девочки в первый раз садятся, о боже. Здесь столько уголков, здесь уголок на уголке. И ты, то есть, только обучившись держать крючок, тебе нужно каждую минуту менять направление. Это тяжело. То есть мозг работает по такому принципу, что он не понимает, какую задачу ты хочешь от него выполнить, значит, что тебе нужно сделать. И вот именно на этом образце очень хорошо отрабатывается постановка руки, что очень полезно для того, чтобы человек мог уже самостоятельно работать. Я не поддерживаю другие школы, которые дают на первом курсе работать только с какими-то... Боже, забываю русский язык. Бензеля? Да, какие-то, да, какие-то... Четыре на четыре. Идти вперед, идти назад, идти вправо, идти влево. То есть человек уходит с чем? Уходит с тем, что он умеет ходить только вперед, назад, вправо, влево. Только палки. Да, и когда человек не понимает, как он себя должен вести с инструментом, когда у него более сложный рисунок. Ну и затем мы уже обучаемся работать с пайетками, тоже достаточно несложная композиция. И в самом конце я даю декоративную нить. Казалось бы, с ниткой должны учиться работать сначала, но это не так. Я даю очень капризную, достаточно гадкую нитку, с которой работать тяжело. И работать... Я уже очень рада, я аж завтра тоже начинаю обучаться. Я даю работать с декоративной толстой металлизированной ниткой в конце. Просто потому, что девочки уже должны немножко понять, въехать в технику. Вообще понять, как ты должен поставить руку и какое направление крючка, какой поворот его, соответственно, когда ты поворачиваешь в разные стороны. Вот. И поэтому... Давай ответим, пока идёт. Бисер какой стороны используешь? А я использую Францию, Японию в основном. Чешский я не очень люблю. Бисер тофа, наверное, да? А, тоха, миюки. Я вот тофа люблю именно то, что он не столько яркий, более такой перлонутровый. И разницу, конечно, чувствуется только... А вот. Тофа безупречный бисер, так же самое могу сказать тебе, миюки. Смотрится как будто какая-то драгоценность, хотя это всего лишь бисер. На самом деле, тоха имеет огромнейшего конкурента, это миюки. Я лично ввожу в свой магазин миюки, так как вообще в Прибалке. Это тоже Япония. Это прямой конкурент. Я когда брала на ярмарке, он, по-моему, очень дорогой. Он дорогой, да. Толго, 800 рублей. Он дорогой, но миюки считается ещё лучше, чем тоха. Он его прямой конкурент. Но тренироваться-то можно и на простом. Можно, да. Ну, я вожу миюки. Как называются эти нитки, о которых, видимо, ты говоришь? Китайский император, все его знают. Вообще все. Вот когда мы занимаемся своим делом, нам кажется, ну что вы спрашиваете? Ну это же элементарно, Вальцов. Элементарно. Вот видишь, на тебя даже злится целиком. Не, главное, у тебя всё нормально от Роминой раздачи. Как вас найти в Инстаграм? Я дам ссылочку в сторис после окончания эфира. На каком этапе знаний в шитье можно начинать учиться вышивкой? Ой, вы не шутите. Вообще вышивка с шитьём не имеет ничего общего. Да, абсолютно. Это две разные сферы. Я вот шью, а вышиваю я изредка иглой, а вот крючком только завтра. Это вроде что-то похожее между, скажем так, я не знаю, кондитерией и просто, скажем так, какой-нибудь тайской кухней. То есть это не значит, что вы, умея в совершенстве, умеете печь торты. Да, и только тогда вы можете печь торты. Девочки, вы молодцы, удачи вам. Спасибо. Возможно ли научиться по онлайн-курсам или только очное обучение? Я сторонник очного обучения, но это не значит, что вы не можете научиться по онлайн-курсам. Евгения, очень рада тебя видеть. Я очень жду тебя на Фламинго. Это кто? Это Евгения Макаренко. Женечка, ты... Она у тебя? Она у меня. Не у меня? У меня. Женя, ты что? Вернись на родину. Нет, она на Фламинго едет. Валерия не может перейти на онлайн. Вот как я в свое время не могла перейти на очное. Я на очку перешла, получается, чуть меньше года назад и не могла перейти. Валерия наоборот. Она отрицает пока онлайн. Ну, я не до конца отрицаю. Я сама никогда не учусь в онлайн и не поддерживаю. Я считаю, что все-таки... И много, кстати, по своим студентам могу сказать. Мы делали опрос, что все-таки онлайн поддерживает меньшинство, конечно, людей, которые... Которым добраться. Которым добраться. Добраться. Кто-то растет маленьких детей. Ну, есть такие... У меня есть... Точнее, были такие ученики. Два раза на всем пути, которые... Которым только очно надо учиться. Потому что онлайн они изводят и себя, и меня. Я могу... Первый раз я протерпела месяц и вернула деньги. Смотри, здесь себя получше. Это Ровин интернет. То есть, такие люди изводят, а на самом деле вопрос решается очень просто. Это просто очное обучение. Онлайн люди некоторые просто не понимают. То есть, это нормально. Есть разное у всех мышление и восприятие, поэтому можно... Но очень разные вышивки есть. То есть, если ты можешь научиться вышивать иглу, я считаю, что можно делать это по онлайн, но это несложно. Вопрос с крючком это... Ты не можешь помочь человеку на расстоянии поставить руку. Это тяжело. Вот. Тут вопрос. То есть, базовый курс от Ева Андерс проще, чем от вас? Как вам сказать? У нас курсы разные. Во-первых, она обучает люнивильской вышивке. То есть, это французская вышивка, которая... Которая работает не с лица. Я работаю с индийской вышивкой Ари, когда мы работаем с лица. Я могу объяснить, почему я работаю именно с индийской вышивкой. Я отказалась от французской практически полностью. Так как французская вышивка не позволяет вам до такой степени проявить свое творчество, как, допустим, люнивильская вышивка. Это больше вышивка, основанная на точности, планировании вышивки. То есть, если ты творческий человек, тебе будет сложно, то есть, практически математическую формулу составить, как ты будешь вышивать, чем ты будешь вышивать, лишь бы себе упростить работу. То есть, ты должен заранее спланировать, чем и как, и что ты будешь вышивать. В индийской же мы можем заниматься творчеством. Да, я хочу научиться вышивке. С чего начать? Вообще начать с того, что вы должны сделать анализ вообще вышивок, да? Что вам нравится? С чего вы хотите начать? Вы хотите начать вышивать крестиком? Или вы хотите начинать вышивать золотом? Или вы хотите начинать вышивать крючком? Каждая вышивка, она разная, да? Либо вы хотите идти в современное искусство и вышивать картины. Эти вышивки абсолютно разные. Они ничего общего между собой не имеют, кроме того, что называется вышивка. И к ним разный, соответственно, подход. Вопрос по материалам. Это Китай, бисер, стразы. Какое красивое есть Китай или что подороже? Китая категорически нет. Китайский можно использовать только шелк. Вообще китайские материалы, они практически редко бывают хорошего качества. Но это на вес золота, если вы нашли в Китае хороший материал. И то китайцы часто перепокупают в Японии, перепродают у себя. Все-таки это Азия и доставка у них как бы не имеет проблем. Также китайцы привозят материалы из Франции и то же самое. Работают с французскими материалами. На китайце в хороших школах работают с французскими материалами. Китай не покупайте, не тратите свое время и не портите свою работу. Про онлайн я не договорила. Я не говорила, что нельзя научиться в онлайн. Вы можете научиться в онлайн. Только качество обучения в онлайн и очно, оно очень отличается. Плюс скорость вашей работы, да, как быстро вы научитесь, сколько денег вы потратите и сколько времени потратите. Все-таки время это тоже деньги. Либо вы будете учиться полгода, либо вы тоже самое научитесь за два дня. То же самое, что у нас на марафоне. Марафон все шьют месяц, а то и два, а очно вы шьете за семь дней. То есть здесь то же самое. То есть под хлыстом, под нашим. Валерия говорит, она еще строже меня. Немножко посмотрим. Я уже боюсь ее. Завтра как начнет меня погружать. Девочки, держитесь, кто завтра с нами. Так, я с вами согласна. Я хочу вышивать платье, шить, которое идет учиться с 1 марта Евгения. Пожалуйста, вышивать вы можете. А Женя, а марафон начался по курсу? Марафон стартует завтра. Сегодня у нас подведение итогов марафона Канны. Сегодня в 5 вечера выбираем сегодня победителя Канны, кто поедет со своим платьем в Канны. Кстати, Валерия тоже едет в Канны с группой Литва. У них мега крутой там проект. Очень крутой. Именно с идеей. Очень интересный. А завтра стартует марафон Корсет. Победитель марафона Корсет у нас едет либо в Прагу, то есть на выбор в швейный лагерь, либо в Дубай. То есть мы еще выбор даем. Вот так вот. Здесь связь получше. Рая, ах ты, сейчас я тебе как бы назвала, убежала. Я прямо уверена, что у вас будет весело. Эта вышивка есть у меня в профиле, очень-очень детальная. Алена Шумак, привет. Вот, вы можете ее посмотреть. Сейчас все к тебе перебегут. У меня все меньше, меньше. Все устают за ссор смотреть. Научиться можно просто по мастер-классу. Все зависит от способности ученика. Мне хватило одного МК. Я... Безусловно. Ну вот, человеку хватит из одного МК. Конечно, все безусловно, конечно, зависит от способности. В основном мы вышиваем пластики. Бегин час телефона вообще. Также я вышиваю по органзе. Это два разных материала. Они оба прозрачные. Если мы говорим о органзе, то органза должна быть обязательно натурального шелка. То есть синтетика не подходит. Невочки, не экономьте на тканях. От ткани напрямую зависит качество вашей работы. Как долго она будет носиться, и как красиво она у вас выйдет. То есть если вот этот вариант у нас вышит на сетке, то здесь уже идет работа по шелку. А он еще не готов. Это мой крест, который я рисую. А это какой уровень? Это уже золотная вышивка. Уровень бог? О, здесь очень много техник. Это, кстати, вышивка. Часть, наверное, 2% того, что поедет на моем платье в Канны. Так, для девочки. Это будет переезд, я не знаю, вам видно или нет. Но это вот нижняя часть, боковые. Я намерена сегодня ночью его вышивать, если я не свалюсь. Свалишься? Да не свалюсь. Для начала, если вы хотите сделать более масштабные работы, конечно, вам нужна рама. В любом случае на шелке я рекомендую работать в раме. Рекомендую, но это не значит, что в пальцах нельзя. Только нужно очень правильно натянуть, чтобы у вас не было деформации ткани и не было затем деформации вышивки. Что у нас с телефоном? В принципе, сетку вы можете купить в любом электронном магазине. Вы откуда? Если вы мне напишите, с какой вы страны, я вам могу сказать, где вы можете ее купить, где можете ее заказать. Да, я про сеточку. Так, ну мы все с тобой рассказали. Наверное, надо вечером выходить по второму. Да и все. Давай, наверное, завершаться.